Лыжный спорт Очень любят зиму И несмотря на то, что сегодня так морозно Настроение отличное Мы очень рады, что администрация города Одинцова нас принимает Площадка для проведения спартакиада выбрана не случайно Здесь проложена хорошая лыжня В Одинцовском городском округе успешно развиваются массовые виды спорта Глава округа, вы знаете, сам очень спортивный человек Сам увлекается многим видом спорта, в первую очередь хоккеем И поэтому огромное значение, огромные усилия придается тому, чтобы спорт был именно массовым Спортом могли заниматься практически в любой точке округа и любой житель После официального приветствия участников Пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина проводит для ребят разминку После разминки на старт выходят самые юные участники соревнований Не у всех получается идеально пройти дистанцию У кого-то отстегиваются лыжи, у других заплетаются ноги Не обходится и без падений Но это не беда, ведь главное – участие Организаторы отмечают, что для воспитанников детских домов В Подмосковье созданы все условия для занятий спортом Говорит об этом и экипировка Правильная одежда и современный спортинвентарь Ребята регулярно выезжают на различные мероприятия Юля из Мытищинской школы музыкального воспитания Участвует в спартакиаде впервые Я хочу защищать свою школу и мне нравится лыжный спорт Арина из русского детского дома – постоянная участница этих соревнований В прошлом году заняла второе место, в 2019 – первое В этом году вновь стала лидером в своей возрастной категории Девочка поделилась ощущениями после забегов Во-первых, это облегчение, что все, ты уже на финише, ты достиг точки финиша Радость, конечно же, если ты понимаешь, что ты первый, то гордость за себя, за то, что ты и делал такой результат Еще несколько лет назад в Подмосковье было 44 детских дома Сегодня их 8 Остальные закрыты, так как дети устроены на воспитание в семье В каждом из существующих детских домов проживают около 60 ребят В среднем они остаются в учреждениях около года Такие мероприятия, как спартакиада, помогают им обрести новых друзей Самое главное, мы видим, что ребятам это нравится Они другими отсюда уезжают уже после соревнований Вот, мне кажется, вот этот эффект, самое главное Нашей команды, своего учреждения, чувство локтя Какое-то что-то получается, кто-то кого-то успокаивает Подбадривают, они тут здесь кричат Вот этого мы хотим добиться После гонок победителям вручили медали, кубки и призы Для создания праздничного настроения для участников соревнований Также была организована концертная и развлекательная программа С играми и ростовыми куклами А согреться в этот морозный день можно было вкусной кашей с полевой кухней и горячим чаем Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова